МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Молодые кадры в сарфотейне Яумифи дипломы магистров вручили 110 выпускникам. Первым делом самолеты соревнования по авиамодельному спорту прошли в Сарове. Все на старт. В Сарове состоялся открытый чемпионат и первенство города по лыжероллерам на призы администрации. В сарфотейне Яумифи дипломы магистров вручили 110 выпускникам. Поздравить студентов пришли руководители города, профессора и преподаватели вуза, ведущие, сотрудники и специалисты РФИАС в НЕФ, родители и друзья выпускников. На торжественном мероприятии была и наша съемочная группа. Заместитель председателя Объединенного совета обучающихся, организатор всех институтских мероприятий, победитель конкурса «Молодость Сарова», активистка. Все это про Александру Ситникову. Девушка закончила магистратуру с РФТИ по направлению конструкторское обеспечение машиностроительных производств. На торжественном вечере в честь вручения дипломов магистрам с РФТИ Александру Ситникову наградили медалью за особые успехи в общественной деятельности. Я вела очень активный образ жизни. Я была заместителем председателя Объединенного совета обучающихся все сколько? Четыре года получается. То есть общественная жизнь меня вообще с головой накрыла. Мне было очень весело. Мы организовывали мероприятие. Я благодарна институту за это время, что я отучилась здесь за эти шесть лет. Я провела здесь и с удовольствием. Здесь очень классный преподаватель, классный руководитель института. Также на сцене Дворца культуры лучшие магистры получили медали за успехи в научной деятельности, в учебе и спорте. Теплые слова выпускникам физико-технического института сказали преподаватели и руководители вуза. Ректор Неомифи Владимир Шевченко поздравил студентов по видеообращению. Для виновников торжества и гостей мероприятия коллектив Задоринки подготовил танцевальную концертную программу. Получая диплом ведущего высокотехнологического университета легендарного Нефи, вы попадаете и вписываете свои имена в большую распределенную семью нефистов, которых всегда отличали не только крепкие знания, но и крепкая гражданская позиция и умение работать в команде. На вас смотрит вся страна. От вас, от вашего труда, от вашей деятельности, от ваших успехов, от вашего энтузиазма зависит, на самом деле, зависит будущее нашей большой Родины. Я желаю вам успехов в труде, успехов во всех ваших начинаниях и несите вперед гордо звание выпускника Саровского истерка. С РФТИ НИАУМИФИ – базовый вуз ВНИЕФа. Уже 70 лет институт готовит для ядерного центра высококвалифицированных специалистов. В СРФТИ работают 10 базовых кафедр, созданных совместно с ВНИЕФ. Начиная с третьего курса выпускники проходили производственную практику на градообразующем предприятии, выполняли научно-исследовательские работы, дипломы бакалавров и магистрские диссертации по актуальным тематикам ядерного центра. Позади у магистров напряженная учеба, бессонные ночи, подготовка к экзаменам. Но многие студенты сохранили свои лучшие воспоминания о времени учебы в Саровском институте. Очень интересно проходят кулибинческие чтения, в которых тоже принимал участие, и разного уровня научные мероприятия, скажем так, лекции. Антон Сергеевич Ульянов лекции читал, тоже интересно было пойти посмотреть. В принципе, разнообразная достаточно жизнь у саровского студента. Все магистранты Саровского физтеха прошли профессиональную переподготовку по программе информационные технологии ядерно-оружейного комплекса и дополнительно к основному диплому получили дипломы о профессиональной переподготовке. После торжественного мероприятия выпускников СРФТИ ждал праздничный форшет. Плановое отключение горячей воды в Сарове пройдет с 31 июля по 9 августа. Причина – профилактические мероприятия систем водоснабжения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Не стоит ожидать аномальной жары и природных пожаров, которые наблюдались летом 2010 года. Такой прогноз сделал Пущинский научный центр РАН. Климатологи напомнили, что некоторые погодные аномалии этого года связаны с явлением Эль-Ниньо. Этим, в частности, объясняется и экстремально жаркая погода в нескольких регионах России в начале июля. Не нужно лететь через океан, чтобы увидеть вулкан. На Камчатке их более 300. К 2028 году в регионе появится парк «Три вулкана», откуда можно будет полюбоваться пейзажами полуострова. А сейчас здесь строят инфраструктуру к будущему туристическому кластеру. Автомобильную дорогу и три мостовых перехода через реки Карымшину, Паратунку и Поперечную. У путешественников появится возможность комфортно добраться до парка. Самая длинная по продолжительности магнитная буря ожидается с 17 по 19 июля. Буря несильной интенсивности будет колебаться от 2 до 3 баллов. Самым опасным днем этого периода станет 18 июля. Активность колебаний в этот день будет самой сильной. Из-за магнитной бури с 17 по 19 июля людей, чувствительных к метеоштормам, может захлестнуть апатия, тревога и раздражительность. Также их может мучить бессонница, а приступы мигрени могут быть особенно болезненными. В это время лучше отказаться от физических нагрузок, больше отдыхать, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды. Дырка – это просто чудо. Такой неожиданной стала тема очередной встречи в рамках летнего проекта «Библионии» в библиотеке Пушкина. Дети участвовали в играх и викторинах и узнали много нового и интересного. За интерактивом наблюдала и наша съемочная группа. Подвижные игры, познавательные минутки, творчество, веселый смех и шутки. Так прошло очередное летнее мероприятие в библиотеке имени Пушкина «Библионии». Библиотечная, необычная, интересная история. И в этот раз история была действительно необычной. А называлась она «Дырка – это просто чудо». Тема встречи удивила многих ребят. Но оказалось, что о дырках можно говорить очень много. Девчонки и мальчишки поразмышляли, что такое дырка, какое у нее назначение, у каких бытовых предметов есть дырочки и для чего они. Пофантазировали, как могут выглядеть дырки. Так ребята выступили в роли настоящих исследователей. Нам рассказывали интересные истории, всякое новое узнали. И участвовали в всяких играх художественные. Мы там передавали, рисовали дырочки всякие. Потом еще игра такая была. Нам рассказывали историю, а мы там говорили что-то. Или выходили на сцену, там тоже пели. Короче, очень интересно. Ребята с удовольствием участвовали в разных активностях и подвижных играх. Пробовали пришить пуговку с помощью нитки и иголки и сделать при этом аккуратные стежки. Пробегали, как мышки, сквозь дырочки. Старались не попасть в мышеловку, бросали мячики в сквозную мишень. Команда участников выступили и в роли кондитеров. И украшали дырочками торты. В зрительном зале ребята по очереди добавляли в рисунок свою деталь. И так получилось коллективное творчество. А еще дети узнали, откуда у сыра появляются дырки, которые на самом деле называют глазки. Во время мероприятия библиотекари устраивали для зала музыкально-танцевальные паузы. Я удивилась, когда будет про дырку рассказывать. Ну и там интересно, очень. И даже я удивилась, что пришла сегодня Марина сюда. Гостям библиотеки пришел необычный персонаж Иосиф, который разыграл вместе с ребятами интерактивную историю по книге «У Иосифа было пальтишко». В проведении таких мероприятий библиотекарям всегда помогают хорошие детские произведения. И обычная и динамичная библионии вызвала положительные эмоции не только у детей, но и у самих организаторов. У нас сегодня в мероприятии были не только ведущие, но были помощники наши библиотекари, которые помогали нам воплотить все наши задумки в жизнь. Мы много рисовали сегодня, мы много играли с ребятами. Ну и сегодня был дебют еще одного нашего сотрудника, который первый раз принял в мероприятии участие, в мероприятии именно для зрителей. И я думаю, что мы все просто получили действительно колоссальное удовольствие вот от этого единения какого-то, наверное, которое случилось в рамках нашего сегодняшнего мероприятия. Встреча в рамках проекта «Библионии» в библиотеке имени Пушкина проходит каждую среду в 14 часов. Впервые в Сарове прошли всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе курдовых пилотажных моделей самолетов. Показать свое мастерство в Саров приехали юные и опытные пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Тольятти, Королева и Олексина. Горизонтальный полет, три прямые петли, квадратные и треугольные петли, песочные часы – все это название элементов, которые выполняет самолет, направляемый участником соревнований. Модели взмывают ввысь, а также резко падают, словно сейчас разобьются. Но точные движения спортсмена выравнивают самолет, и вот через мгновение он готов выполнить новую фигуру в небе. Соревнования курдовых пилотажных моделей сравнивают с фигурным катанием. Вообще у нас, наш класс, пилотаж – это как фигурное катание, то есть сугубо субъективное судейство, то есть, скажем, судья видит по-своему, и поэтому можно, скажем, спортсмен может сделать фигуру лучше, ему поставит меньше оценку, потому что судья так увидел. А другой сделает похуже, ему поставит больше, потому что судье показалось. Поэтому, ну, как в фигурном катании, поэтому тут нет таких критерий. Критерий, в принципе, там, все фигуры сложные достаточно, 12 штук их можно выполнить за определенное количество времени. Уложиться в 7 минут, выполнить фигуры чисто – такой была задача для участников всероссийских соревнований по авиамодельному спорту, которые впервые проходили в Сарове в минувшие выходные. Показать свое мастерство в Саров приехали юные и опытные пилоты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Тольятти, Королева, Алексина. Площадку для состязаний гости оценили по достоинству. Я вам честно скажу, это корнодром номер один в нашей стране. Да, вот у нас есть корнодром в Выборге, в Смоленске. Затем, вот сейчас, ну, в Москве, конечно, построили комплекс, сейчас мы его тоже не видели, еще поедем вот в августе. Но, по крайней мере, вот и у нас в Самаре тоже есть корнодром. Ваш корнодром лучший по всем техническим характеристикам, по месту расположения, по качеству изготовления, по поверхности, покрытие, все хорошо. Соревнования проходили в три тура. Судьи засчитывали результаты двух лучших туров. По итогу победителем стал Даниил Гарфуддинов из Самарской области. Второе место занял Илья Сахаров из Уфы. А бронзу присудили Дмитрию Архипову из Нижнего Новгорода. Еще одно соревнование прошло на лыжной базе в эти выходные. Первенство по лыжероллерам на призы администрации. За медали боролись сильнейшие лыжники Нижегородской области, Республики Мордовии, города Пензы и хозяева состязаний, воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». Подробности далее. В выходные на лыжной базе прошло 16-е открытое первенство Сарова по лыжероллерам на призы администрации города. Это традиционные соревнования, которые проходят с 2007 года. И второй год подряд их проводят в течение двух дней. Первый день – гонки свободным стилем. Второй – гонки классическим стилем. Персьют. Наши ребята могут посоревноваться с спортсменами из других городов. То есть посмотреть, насколько на данный период времени они готовы. Потому что летний период – это, как всегда, очень ответственный в жизни каждого спортсмена-лыжника. Это подготовка, это закладывается база на весь предстоящий зимний сезон. Поэтому это своего рода, скажем так, пробные первые старты, разминка перед зимним сезоном. Единственная сертифицированная лыжероллерная трасса находится в Сарове, поэтому именно наш город проводит такие мероприятия. За медали в Саров приехали бороться спортсмены из Нижегородской области, республики Мордовии, города Пензы. Для тренера «Шор Атом» Марии Казикаевой это первое соревнование после травмы. Буквально месяц назад я еще ходила в гипсе и прошел всего месяц с того момента, как я снова встал на две ноги и меньше месяца, как на роллеры. Поэтому, по-моему, вполне достойный результат. Я сравнила себя с лучшими в нашей Нижегородской области. Теперь знаю, в какую сторону работать, что укреплять. Есть стимул. Погода в эти дни была на стороне спортсменов. Несмотря на хмурание, оба дождь не помешал соревнования. Самые юные лыжники 2013 года рождения преодолевали дистанцию один круг. А самые старшие, мужчины-юниоры, проходили на время уже четыре круга 12,5 километров. Сегодня было очень тяжело. Мы еще приехали после сборов и мало отдыхали. И было очень тяжело. Тем более, впервые бегала дистанция на шесть километров. Тут раньше бегала по три. И было легче. И сегодня роллеры были очень тяжелые. Новые. Второй раз в жизни на них только стою. Потому что было тяжело. Было сложно. Бежали два круга. Я бежал на роллерах. Были быстрые. Горки большие. Летел. Все хорошо. Все понравилось. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА